День всех влюбленных для молодых супружеских пар – особенный праздник. Он наполнен воспоминаниями о знакомстве, первом свидании и даже первом поцелуе. Актеры театра юного зрителя Алексей Алексеев и Анна Кюзюкова – влюбленная пара не только на сцене, но и в жизни. В следующем сюжете они расскажут историю своего знакомства. Смотри молодежный форум. В гостях хорошо, а вдвоем и вовсе как дома. Тем более, если молодая семья переезжает в новый город заниматься любимым делом. Алексей и Катя приехали в Красноярск в 2008 году из Владивостока, где получили высшее актерское образование. Учась в университете, помогая сдавать друг другу выпускные экзамены, они и подумать не могли, что Красноярский театр юного зрителя станет для них вторым домом. Я пришел в театр просто показаться с двумя своими однокурсницами. Андрей Анатольевич Нинчук сказал, приезжай, я тебя буду ждать. Я влюбился в этот театр и в труп влюбился. Леша и Катя официально не зарегистрированы, но Алексей называет свою вторую половинку женой. Вместе они уже пятый год и оба помнят, что 23 марта 2006 года была открыта первая страничка в истории молодой пары. Мы учились на одном курсе, естественно, когда мы с ним познакомились, я, Лешу, не рассматривала как своего молодого человека, более того, я даже не рассматривала как человека, с которым я просто могу даже общаться. Мы были с ним настолько разные, мы ненавидели друг друга тихой ненавистью вообще. И нас, мастер курса, все время, она ставила во дни работы, мы играли с ним любовь. Мы даже не здоровались. И, ну, может быть, судьба такая театральная. Есть в театре такая поговорка, что если висит ружье, то оно обязательно стрельнет. Ну, вот я стоял, красил ружье, Катя зашла, увидела меня, начали разговаривать. В этот же вечер первый раз поцеловались и до сих пор живем вместе. Констанция, душа моя! Господи, Д'Артаньян, какое счастье что-то! В спектакле «Д'Артаньян» Алексей и Екатерина играют главные роли Д'Артаньяна и Констанции. В судьбе своих героев актеры находят сходство со своей жизнью. Только трагический финал постановки отличается от сценария их счастливой жизни. Свою Констанцию Алексей бережет. По какому такому случаю? По случаю моей любви! Сцена из спектакля «Д'Артаньян». Сцена поцелуя. Ну я не мог себя перебороть, поцеловать свою жену по-настоящему на сцене. И вот Катя мне говорила, что будем репетировать дома. И дома никого в принципе не было. Я комплексовал, я говорю, ну не могу я. Так я тебя могу поцеловать? Перебороли этот страх. Поцеловали, целуемся на сцене. Для молодой пары театр не просто место работы, это образ жизни. На репетициях и спектаклях они выкладываются на 100%, поэтому дома стараются расслабиться и отдохнуть. В выходные дни любят прогуливаться по улицам Красноярска или проводят время в кафе. За прошлый сезон у меня было 4 главных роли, и это, поверьте мне, не очень легко. Собака, когда репетировали, Катя уходила в другую комнату, на другое место ложилась спать, потому что невозможно было со мной спать. Я просто приходил, ложился и дергался весь, потому что мышцы даже во сне не отдыхали. Говорят, что девушки парней часто похожи на их мам, и Катя не исключение. Она, как и Лешина мама, очень хорошая хозяйка. Мне такое обидно всегда, когда мне говорят, что же он у тебя такой худенький, ты его совсем не кормишь. А мы только что пришли из дома, где я полдня возле плиты, там, первое, второе, там... Котлетки жареные, котлетки пареные, я покушал... И Леша такой наед и приходит в театр, ой, что же ты такой худенький, ты, наверное, его не кормишь, елки-палки. А еще Катя читает любимому стихи собственного сочинения. Он поет для нее любимые песни. Ой, был такой романтический момент на вокзале. Мы с ним делим были вместе, я меня провожал. Думаю, вот еще месяц не будем видеться, но до начала учебы. Я стою такая возле автобуса, плачу, естественно. Мне очень нравится песня «Короля Иши». Так, как она называется? «Воспоминания о былой любви». И он мне эта песня начинает так на ухо пить. Ой, у меня там вообще, у меня там слезы градом. Он такой, ладно, все, Катя, иди в автобус, я никуда не поеду. Там это очень был романтичный момент. Ну, сложно вообще расставаться всегда сложно. Надеемся, что расставаться на долгое время этой молодой паре не придется. Скорее наоборот, они всегда будут вместе. В планах, ну, пока Кати нет. В планах, ну, я так думаю, уже узаконить, как бы, свои отношения. Ну, и, наверное, все-таки дети. Я так думаю, все хорошо будет в дальнейшем. Смотри «Молодежный фонд».